приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка конечно же по теме влажного классического бритья было бы глупо если бы пришли носки и заколки для волос и сейчас мы ее быстренько с вами хрясь хрясь вот такими вот ножницами небольшими немаленькими придется может быть немножечко пошуметь поскрипеть но без этого уже никак никуда не денешься часть я видимо упаковки уже немножечко по чикал и посмотрим что у нас в этой посылке так еще придется наверно немножечко поработать ножницами да тут скотч может быть чтобы было побыстрее не будем мы его рвать а действительно так вот есть вот таким образом я думаю что все должно открыться да и опять не тут то было упаковано все на совесть как вы поняли что это это уже часа для бритья чаша вот такая вот красивая серый металлик перед тем как мы сейчас ее посмотрим и разглядим получше я хочу сказать что эта чаша сделана немножечко необычным образом она сделана не литьем не катанием без обжига разумеется это братцы работа 3d принтера как это получилось все наши коллеги наши коллеги по влажному классическому бритью выбросили в интернет то есть сделали какие-то там определенные расчеты я не знаю как это называется на 3d принтере и выбросили в интернет в интернет свободное пространство для того чтобы наши бритвоманы наши фанаты вкб в общем-то пользовались этим если у кого есть 3d принтер и кто умеет в общем-то с ним обращаться а также возможно у кого-то есть друзья у которых в которые умеют обращаться с 3d принтером тоже можно посмотреть все вот эти параметры которые нужно наверное забить там в программу я говорю это весьма приблизительно так как понимаю я потому как в общем-то в 3d принтере и особенно не в общем-то не разбираюсь и поэтому как могу так и объясняю ссылку разумеется я оставлю на этот сайт где все размеры все параметры указаны каждый может посмотреть если есть принтер напечатать если нет там ну значит другие какие-то способы это чашу я мне сделал товарищ из россии так что вот таким образом она выглядит давайте теперь поближе рассмотрим если я не ошибаюсь проверить потом в описании глубина 6 и 5 внешне внутренний диаметр 2 12 и 7 посмотрите поближе вот сейчас я забыл весы сейчас браться я весы возьму и мы еще взвесим это тоже немаловажно собственно говоря весы уже приехали сейчас мы посмотрим если конечно чаша вместиться на таких аптекарских кухонных весах 127 целых и один десятый грамм и сейчас еще раз перевесим потому что может быть погрешность тем более она встает не совсем ровно не 127 и 1 будем считать это отправную точку до чем привлекла меня это чаша я когда посмотрел рисунок рисунки кстати фотографии там тоже есть сразу вот этот рисунок да тут вот эти вот насечки по-разному называют насечки или там какие-то тиснения там выпуклости впуклости тоже каждый сам решает как называть очень похоже на на чашу от компании пара ира посмотрите не находите сходство небольшого до вот такого и также похоже на таймлис кто вот знает есть у таймлис синие чаши черные не знаю белый есть на синий черный точно очень похож но в общем то никаких претензий собственно говоря наш бритвенный мир к этому не не имеет потому как все это без заявки на какие-то эксклюзивы собственно говоря свободное пространство выброшенное пожалуйста пользуйтесь это очень приятно я хочу показать на примере нескольких помазков как эта чаша выглядит чтобы был понятен в общем-то масштаб диаметр и так далее вот небольшой помазок от компании шейв маг вот таким образом он выглядит если его опустить полностью и вот так вот начинаем работать кстати братцы сейчас стало модным показывать отдельно взбивание пены в чаши если нужно такое видео я естественно запишу и сделаю но я как-то сомневаюсь нужно ли это делать может быть сразу сделать на обзоре с барбарской ручкой помазок длинная ручка 24 миллиметра узел и вот посмотрите вот со всех сторон сейчас 3d картинку сделаем мне очень нравится отлив вот такой вы знаете металлический действительно серый металлик вот он бликует мне приятно на это смотреть также здесь есть вот такая небольшая выемка для помазка вот он большой наверное были вот так или вот так или как-то найти баланс и также смотрите под большой палец собственно говоря вот такая выемка чтобы удобно было держать при взбивании кстати хорошо цепляется вот здесь такая небольшая спаечка идет да вот так как бы он не совсем так пролезает как удар надо его так немножечко ну чуть-чуть у так как бы приподнять что и вот так вот можно забивать но это кому нравится вот так с большим пальцем забивать он же является это выемка вот я не знаю я никогда брат с этим не пользуюсь то есть вот эти выемка когда есть они это хорошо вот видите как раз маленький помазок от шеи в маг спокойно вот уместился и висит себе он никуда не девается смотрите вот специально по постучу по нему пальцем так вот с небольшим давлением никуда не девается большие им нужен баланса баланса не найти не могут но я вам скажу лучше иметь такую вот выемку я считаю на придает бандитского форса нашей всей теме влажного классического бритья нежели просто вот такая чаш не тоже хорошо было бы вот без нее но когда вот есть такая вот небольшая в общем-то красивая прибамбасина да то тогда уже мне кажется лучше сейчас возьмем 30 миллиметров большой помазок как он будет выглядеть да ну многие взбивают вот так еще не сказал я когда как по настроению когда так держу чашу чашу в руке держится удобно вот смотрите практически расслабляя пальцы она вот этими вот небольшими гранями которые идет вот уже практически в основании чаши они спокойно держится смотреть расслабленная рука немножечко потрясу все держится цепляется я не думаю что она будет вылетать вылетать из руки вот но есть тем более так вот сделать вообще можем тут немножечко даже похулиганить пофантазировать поприкалываться в общем-то бандитского форса напустив и вот 30 миллиметровый вот сейчас делаю так сбоку потому что лучше наверное так вот смотреть как он погружается но я не плющу его просто так вот делаю да что было понятно потому что если сплющить он конечно туда глубже уйдет вот таким вот макаром смотрите еще с разных сторон и обалдею красиво сделано как она будет взбивать точнее работать при взбивании пены это надо смотреть да конечно с самого начала можно сказать да она отлично будет работать здесь прикольные такие вот грани они грани очень выпуклые довольно таки выпирающие но не будут травмировать ваш помазок потому что они такие немножечко скошенные сглаженные и помазок не будет цепляться то есть грубо говоря чаши не убийца помазков сразу видно встречали мы другие чаши которые являлись убийцами помазков с такой сеткой соты и рабицы по-разному называет там все помазок разлетится в течение месяца и как же без моего любимого халка 34 миллиметра посмотрите как он тоже входит практически полностью и вот работа в чаш я с имитирую взбивание пены думаю на не сильно надо заострять на этом внимание если опять-таки повторюсь если надо взбить просто на камеру 5-минутное видео нет проблем записать запишем покажем обнюхаем общупаем обсмотрим в общем-то практически у меня на сегодня наверное и все еще раз проверим так посмотрим подождите нет очень удобно удобно я думаю да вот еще чего не сказал вот здесь браться вот если будет заметно вот такое как бы узнать как на материи есть рубчики такие вот тиснения и она в общем-то не дает не дает руке скользить как будет намоченном виде надо уже смотреть и думать и пробовать но вот в не намоченном виде довольно таки цепкая чаша все просто заргут все отлично но опять я не буду забегать вперед сейчас нахвалишь может быть что-то пойдет не так ну все это мы увидим чуть позднее на этом братцы у меня все я вам желаю бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч